Привет друзья! С вами Шаман и сегодня мы поговорим обо всех инструкциях с использованием летних ракушек, которые вы можете получить в самую жаркую пору года в Animal Crossing Новые Горизонты. А также рассмотрим уже изготовленные предметы по этим самым инструкциям. И давайте-ка ближе к делу. С 1 июня по 31 августа в Северном полушарии или с 1 декабря по 28 февраля в Южном на побережье в Новых Горизонтах вы можете повстречать вот такие вот синенькие летние ракушки. Их нам следует насобирать не так уж и много для крафта всех предметов серии из ракушек. Кстати, помимо летних ракушек есть еще одна серия мебели из всех прочих ракушек, которые мы можем собирать на пляже. И если вы хотите ролик по ним, пишите в комментах. Но чё-то я сомневаюсь, что вам это нужно, конечно. Короче, летние ракушки мы насобирали, а рецепты для создания вещей из них мы по обычаю можем получить, сбивая летящие шары. А о том, как делать это более эффективно, я уже выпускал ролик на этом же канале. Где-то ссылочка сейчас появится. И насколько я помню, в прошлом году первый из рецептов серии нам выдавала Изабель. Когда делала объявление о появившихся особых ракушках на нашем острове. И вроде бы, если мне не изменяет память, это был венок из ракушек. Ну и чтобы я не отнимал много вашего времени, давайте-ка перейдем в фотостудию к Харви и посмотрим на все предметы серии, которые вам предстоит собрать. Кстати, вот эти все инструкции из летних ракушек на случай, если вы уже уходите. Здесь их всего 9 штук, кроме первой и последней свадебной инструкции, о которых я упоминал в предыдущем ролике на этом же канале. Итак, первым делом у нас вот блестящий пол из песка. Довольно забавно устроить дома песочный пляж и бегать по чистенькому песочку с морскими звездами и ракушками. А к этому полу, по идее, подходит тропическая стена. Да, подходит на 100%. Теперь, друзья, можно не выходя из дома побывать на тропическом курорте. А как вам такой вот пол с прозрачной водой? Он не только выглядит мокрым, но и по факту это мелководье у вас под ногами, прямиком в вашей комнате. Здорово вообще. И вот вам еще один водянистый пол, названный подводным полом. И вот это уже, как по мне, довольно-таки крутой пол в плане дизайна. Так как тут участки воды граничатся с травками суши. И по звукам прикольно, и по факту прикольно. Мне вот очень понравился. Ну и в комплект к этому полу у нас есть такая вот подводная стена, наполняющая ваш дом стайками рыбок. Создается впечатление, что мы действительно спустились в морские глубины тропических уголков земли. Ну и куда же мы без ковров, конечно же. И вот летний ковер-ракушка. Я думаю, вам придется по душе. Довольно-таки большой детализированный ковер. Вау, просто класс. И последние два предмета, это вот такая вот палочка с ракушкой. Благодаря которой мы можем быстренько сменять наряды. Ну, что там говорить, вы в принципе и сами в курсе. А еще, вот такой вот венок с ракушками. Который, как и все венки, можно повесить хоть на стену своего дома, или же на входную дверь. И вот это вот все, будет полная коллекция предметов из летней серии ракушек. Или я даже не знаю, как там ее правильно назвать. Ах да, чуть не забыл, друзья. У нас же имеется еще предмет гардероба. И это сумочка-моллюск. Выглядит как большой гребешок, который и так любит Паскаль. И если приглядеться, у нас здесь есть еще украшение в виде бусин жемчуга. Так что при близком рассмотрении, такая сумочка не может не порадовать глаз. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Попрошу подписаться на канал и чертнуть там что-то в комментариях. Ну и на мой второй канал подпишитесь. Там как раз вышел обзор острова одного из моих подписчиков. Все ссылки чекайте в описании к ролику. А с вами был Шаман. И всем пакеда. Продолжение следует...